Но ты встаёшь, забывая простых, ведь путь до легенды не бывает простым. Всё как папаяну, в тебя никто не верит, перед твоим носом захлопывают двери. И ворох со мной не волочишь за собой, лишь вороны с денег. Йо-йоу, всем здравствуйте, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами сегодня я, Влад Экпорт, и сегодня у нас на стол, так сказать, ложится Прекрасный, так сказать, старичок этой индустрии, да, вот этих вот аниме-рэпов ваших, да. Ну, то есть человек, который давно в этой игре, который тоже заслуживает быть в моих реакциях. Потому что я более чем уверен, что многие бы хотели этот, так сказать, эту реакцию. Потому что вот у него вышел трек 1 сентября. Кстати, всех поздравляю, или же наоборот не поздравляю, что начался, так сказать, новый сезон, да. Кто учится, кто не учится, да. Да, короче, вот у нас лето-то и прошло, как говорится, тили-тили, тролливали, вот и лето мы... Это грусть, это грусть, что вот, ну куда, ну где, ну почему? Вот мы, допустим, вот с этими тянками здесь сидим, вот у меня на столе сейчас 2, 2 какие-то тянки. Вот там сзади, кстати, стоят. Одна стоит, вторая лежит, кстати, видео, не знаю, вышло, нет? Если нет, то на днях выйдет, да, как я ее нашел, вот там. Вот она, стоит, красивая. И вот с этими мы вот грустим по этому поводу, да, понимаешь, вот, все, лето, лето прошло. Вот как так, да, казалось бы, вот лето было, теперь лето нет. Ну что, придется как-то жить дальше, не знаю. Ну, конечно, лето, это мое любимое время. Кстати, надо пострижься, я постригусь обязательно. Постригусь, поброюсь. Обязательно, друзья, мы обещаем. Ну что у нас сегодня? Акио Хатори, это новый никнейм, так сказать, фанрэпа бывшего, да? Ну, фанрэп, ну, это, конечно, легенда, да? Потому что я помню его треки, я помню, что Мона меня еще давным-давно заказывал за донатик его работы. Так что это, наверное, реакция посвящается Мона, потому что, по-любому, Мона очень любит этого исполнителя. И я почему-то и не сомневаюсь, что какая-то годнота нас ждет по-любому. Вот мы с этой тяночкой, и вот с теми тяночками, и вот с этими тяночками, которые у меня на столе, будем наслаждаться работой от Акио Хатори. Ну, давайте я буду фанрэпом, да, называть его, потому что по привычке, да? У меня для меня Ани Ред, это Ани Ред, да? Хотя у него тоже другой никнейм. То есть у меня такой есть, да? Но все-таки Акио Хатори, он же фанрэп, нам предоставил работу. Мы, как видим, здесь 205 просмотров, я старал лайк, мой 60-й, 60-й, мой 60-й лайк. И это замечательно. Что у нас здесь будет? Как называется? Путь 2022. То есть это, походу, песня будет про его путь, собственно, да? 2022, само собой, что ты придумываешь, и порт из велосипеда делаешь мотоцикл, угомонись, за тебя все уже тут описано. Путь 2022, Акио Хатори, фанрэп, он же фанрэп. Что я жду? Ну, я давно не слушал фанрэпа, я хочу насладиться этой харизмой, этой эмоцией, потому что, ну, реально соскучился, ну, соскучился, да? Вы тоже скучаете по тем, кого давно не слышали, кого раньше слушали, да? Вот так вот. Я, конечно, не слушал на постоянной основе, да? Ну, конечно же, я помню те треки, я помню эту харизму. Сейчас, когда он начнет читать свой рэп, или же песню, или же что-то вот в этом репертуаре, да? Мы вспомним эти эмоции и будем кайфовать, наверное. Я чуть не сомневаюсь. Она уже улыбается, друзья мои. Улыбаетесь ли вы от вида Акио Хатори фанрэпа того же самого? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. А так, всем приятного просмотра. Лайкосик, подписка, с вас, вот, вот, просто каждого там уважаю, каждого ценю, друзья мои. Спасибо, что вы со мной. Кто хочет меня поддержать, слышите, в описании, друзья мои. Можете заказики заказывать, да? И давайте наслаждаться, черт возьми, работой, которая идет минуты 39. Маловато, да? Ну, посмотрим, что он сюда впихнул, друзья мои. Переключаемся, хобаны, да? Вот, у нас старая заставка, я уже помню, там, по-моему, фанрэп написано, да? Красивая история. Я помню, я прекрасно помню, это замечательно. Также напишите, как у вас лета прошло? Запомнилось ли чем-то годным или же не запомнилось? Будет интересно, само собой, почитать. Друзья мои, погнали. Как говорится, будем разбирать, слушать, кайфовать, наслаждаться этой энергией этого человека. Да, замечательного, потрясающего, роскошного, идеального, изумительного. А Кио Хатори, тот же фанрэп, друзья мои. Посмотрим, что нового в нем. А может, ничего нового, но это замечательно все равно. Я люблю харизму, я люблю харизму этого человека. Погнали. Я помню эту заставочку, ох, ну и красивая заставка, согласись. Согласись, хорошая, зачетная, перспективная, не надоест, ну она никогда не надоест. Вот это вот замечательное, черт возьми, интро, не знаю, интро как называется, да? Ну красиво, мне нравится. Вот так вот все хорошо, связанное с аниматематиками. Замечательно, погнали дальше. Так, ну что, у нас какой-то такой, знаешь, бит. Полуагрессивный, полугрустный, вот такой вот непонятный. Мы видим на картинке, что можно сказать по картинке, друзья мои. Ну мы видим, да, черноту, белый тоннель, путь Акио-Хатори, и вот у нас там впереди человек. Так сказать, знаешь, есть ассоциация сразу, когда там типа кто-то умирает, говорят, что виден свет в конце туннеля. Вот так же мы здесь видим свет в конце чертового туннеля в какой-то темноте, и там стоит некий человек. Он или пытается сюда идти, либо пытается, наоборот, туда идти, и выбраться, так сказать, на свет, наружу, на солнечные лучи из этой пещеры тьмы, да? И мы посмотрим, получится у него сделать это или нет. Но хотя мне кажется, будет рассказ о пути Акио-Хатори, да? И здесь не фанрэпа, а именно Акио-Хатори. То есть это надо учитывать. То есть фанрэп остался в прошлом, забываем его. Пере, так сказать, переключаем страничку с новой стороны, да? Новую книжку открываем, потому что та книжка осталась в прошлом, да? Хотя то прошлое было замечательным, друзья мои. Ну, те треки, это в душу, в душу навсегда, да? Let's go! Пусть всё горит, пусть всё горит, и твой путь до легенды тоже горит. Обжигаешь все стопы, продолжаешь идти, но с каждым шагом тебе это претит. Иногда ты падаешь на самое дно, и вернуться, казалось, назад не дано. Ага, понятно. Пока что, я так понял, идёт, так сказать, идёт рассказ о том, что этот путь невероятно сложен. Он упал, он поднимается, он упал, он поднимается, но это всё сложнее и сложнее сделать. Я так понимаю, на этом пути у него очень много проблем, да? Собственно, это нам и доносит Акио-Хаторио-то, да? Посмотрим, что будет дальше. Пока что интересно. Хорошо. Что же, что же там будет дальше? В дальнейших событиях, в дальнейших перспективах. Ему он в себе поверит, да? И будет преодолевать эти препятствия, чтобы стать сильнее, заряжённее, просто накалиться до такой степени, чтобы его просто потом никто не пробил, да? Он просто должен нарастить эту мышечную массу, да, чтобы просто никакая падла его не снесла с его собственного пути, по которому, собственно, идёт, да? Let's go! Но ты встаёшь, забывая простых, ведь путь до легенды не бывает простым. Ведь путь до легенды не бывает простым. Действительно, согласен. Хотя разные ситуации, конечно, бывают, но путь до легенды не бывает простым. Красивое словосочетание, красивая формулировка, очень хорошо, грамотно сделал, хорошее, так сказать, ну, это знатно, это хорошо. Я думаю, многие оценят эту строчку, потому что в ней действительно заложен смысл. Потому что реально, чтобы достичь каких-то вершин, кому-то надо пахать, ну, невероятно сильно, да, на какие-то крайние скорости, да, выходить. А кому-то не надо, кому-то просто везёт, повезло, фартануло, и он просто достигает этого вот так вот просто, да. Но всё-таки это исключение из правил, всё-таки, чтобы достичь каких-то там высот в музыкальном аспекте, или же в танцевальном аспекте, ну, или там, ну, в любых аспектах, да, где нужно чего-то достигать. А это во всех аспектах, да, надо. Нужно, конечно, проявлять какое-то желание, да, идти, идти, и этот путь действительно всегда сложен. Так что эта фраза невероятно потрясающая. Ещё раз хочу эту фразу услышать. Блин, да какой звук? Мне надо фразу услышать, говорю тебе, YouTube. Не беси меня. Let's go. Ещё раз. Ведь путь до легенды не бывает простым. Отлично, знатно сказал. Умница. Хороший. А Кио Хатори, тот же фан-рэп, извиняюсь. Молодец. Умеет, умеет, друзья мои. Вот давно не слушаешь, видишь, вот это сверни, изуминки есть, изуминки есть, за что цепляться есть. Это хорошо. Всё как по баяну, в тебя никто не верит. Нихрена, это что за рокс пошёл, друзья мои? Всё как по баяну, в меня никто не верит, блядь. То есть сейчас он просто разозлился, да? В его голосе слышна какая-то разозлённость. Он просто внутри себя думает, вот, сука, тварь, в меня никто не верит, блядь. Всё как по баяну, да? То есть есть же такая, типа, знаешь, стереотип, не стереотип, может, реальность, да, я не знаю. Не могу судить, что во многих никто не верит. Они вроде смотрят на их путь и думают, да куда ты там заберёшься? Ты не сможешь преодолеть этот барьер. В тебе нет того, что есть других, которые уже добрались до Олимпа, ёпта, вершин. Ты не доберёшься до того, я в тебя не верю. Сука, ты упадёшь. Ты будешь валяться где-то на дне, блядь. И вот те люди, которые могут как-то преодолеть это всё, да, забороть это чувство, не обращать внимания на вот этих вот людей, которых в них не верят, да, орут. Они достигают этих вершин, а потом уже с вершины смотрят на тех, кто внизу. И я думаю, ну, я так думаю, я бы помогал. Я бы помогал тем, кто внизу подавал бы руку, помощи, советы какие-то, да. Потому что, ну, я такой человек. Хотя, конечно же, все, все абсолютно люди разные, все артисты во всех отраслях, не отраслях, а абсолютно разные. И уже дело каждого будет помогать или не помогать. Но в данном случае харизма прям, ну, у него кипит, у него жар внутри, он хочет сгореть нахрен, гореть просто вытварь, сука. Я вас уничтожу, я вас уничтожу. Вы в меня не верите, а я, блядь, в себя верю, самое главное. Но, мне кажется, вот это, как-то вот харизма, он вложил сюда другую, да, по голосу чувствуется, да, чёрт возьми. Слушай голос, это какой-то рок, я говорю, рок, пошёл, я охренел, когда услышал, что, что с голосом, что с голосом. Непривычно, самое главное, да, как будто бы он на грани, на грани своего голоса по ору, да, вышел. Так что, поаккуратнее надо быть ещё с этим, потому что можно голос так сорвать, что потом просто недели, две недели, три, месяц, год без голоса жить. Всякое возможно в этом мире, да. Давай ещё раз, хочу эту харизму ещё раз прочувствовать. Казалось, назад не дано, но ты встаёшь, забывая простых, ведь путь для легенды не бывает простым. Всё как папаяну, в тебя никто не верит, перед твоим носом захлопывают двери, и ворох сомнений волочишь за собой, и лишь ворон из тени говорит тебе стой. Всё как папаяну, в тебя никто не верит, перед твоим носом захлопывают двери, и ворох сомнений волочишь за собой, и лишь ворон из тени говорит тебе стой. Ворон из тени говорит тебе, что интересная формулировочка. Ну, блин, ну понятно, да? Мне кажется, это вот, просто вот такая фраза, которая нам говорит о том, что, блин, во многих не верят, очень много в кого не верят, да? Многие не хотят, чтобы люди достигали неких высот в своих отраслях, да? И у них всегда такая эмоция, бляха-муха, я такой гнильцом, да? Потому что я не хочу, чтобы он выходил на тот уровень, да, высочайший, потому что пусть он будет лучше ближе ко мне, да? К тому, кто еще не достиг этих высот, да? Вот такая вот какая-то эмоция. И на протяжении всего пути, я так понимаю, Акио Хатори идет вот эта вот формулировка, что, блин, ты фанрэп для меня, да? Ну, собственно, я как зритель, допустим, да, какой-нибудь, который не хочу, чтобы он шел куда-то дальше. Ты фанрэп, ты должен пилить контент, связанный только с аниме-жанрами, да? Допустим, там, рассказывание персонажей в аниме-тематиках, да? Аниме-сюжеты какие-то, да? А он вышел такой, он просто посвернул на другую дорожку, да? Акио Хатори поменял никнейм, не фанрэпа, а Акио Хатори. И те поклонники, которые любят фанрэпа, а не Акио Хатори, Они говорят, ну, бро, ну, бро, ну, бро, ну, бро, ну, бро, ну, в той отрасли же ты был красавцем, мне нравилась та музыка, давай дальше раскрывай персонажей. Но Акио Хатори хочет выйти на другой уровень, на другой путь стал, да? Хочет стать человеком, который не будет связан с аниме-музыкой, да, я так понимаю? Хотя я очень могу ошибаться, я же не знаю его пути, я не слежу, да, так основательно. Кто следит, напишите в комментариях. И вот здесь он как бы ему предъявляет вот эти вот поклонники, что мы в тебя не верим, бляха-муха, бляха-муха, Мы будем как-то идти за тобой в виде того ворона, всегда будем тебя преследовать, Потому что мы твоя фан-база, которые были с тобой изначально, с аниме-музык, А ты сейчас пошел на другой этаж, блядь, свернул не в ту дверь, А почему мы за тобой должны идти, если нам нравилась та музыка. И это частая, частая проблема всех аниме-рэперов, да? Хотя лично мне кажется, что аниме-рэперы, да, которые начинали с аниме-рэпа, да, Их тоже много, их достаточно много, Все равно они могут на аниме-музыке очень долго идти и очень быть популярными. Но мне кажется, в какой-то определенный момент всегда наступает такая штука у аниме-рэперов, Что они хотят писать собственную музыку. Это можно делать и в аниме-рэпе, да, какой-то свой собственный вклад в клад, Но все-таки они там раскрывают персонажи, истории, да, и так далее. А здесь они хотят собственную музыку писать. Но из-за того, что фан-база у них анимешная, И они не хотят принимать другую музыку. Вот так вот и получается. Но все равно я за то, чтобы аниме-рэперы выходили за грань аниме. Потому что я, допустим, не анимешник. Хотя казалось бы, в моей комнате там тянка, там тянка, здесь тянка, епты, Здесь тянка, экспорт, какой ты не анимешник. Но я всего одно аниме смотрел, виви песнь флюритого глаза. Понимаешь? Одно аниме в своей жизни смотрел. Одно! Я не анимешник. Вот я бы хотел услышать вот другую музыку. От Варвоида, хотя у него есть. От Аниреда. От всех. От всех. Я не против. Просто мне кажется, это нужно сделать периодично. Вот, допустим, выходит альбомчик, да? Десять тречков, да? Ну, или восемь. Или пять. Ну, давай, вот, вот десять треков сделай, вот, и для анимешников, да? Аниме аудитории твоей, и для обычных людей, вот, новой какой-то отрасли, да? Которую ты хочешь захватить. Почему нет? Мне кажется, вот это вот стабильная штука, да? То есть, делать и то, и другое. Со временем, конечно, смотрите, какая там аудитория лучше. Ну, конечно, сначала будет анимешное, как всегда, переусиливать, да, не анимешное. Потому что, естественно, начинал с аниме рэпов, естественно, аниме-поклонники будут тебя преследовать всегда, черт возьми, да? Но я надеюсь, вот, путь Акио Хатори закончится хорошо, да? И он сможет, сможет преодолеть все эти трудности гребаные, да? Но не факт, не факт. Посмотрим, мне кажется, Акио Хатори сможет. Фанрэп, ты сможешь, дружище. Я не знаю, как тебя зовут, но ты сможешь. Давай, друг, не останавливайся на достигнушемся и иди, иди в этот туннель, иди в этот свет. Там только новые границы, новые горизонты, они тебя ждут. И я в тебя верю, и твои поклонники в тебя верят, да? Хотя, конечно же, судя по этой песне, хейтеров достаточно, да? Я так понимаю, хорошо? Перед твоим носом захлопывают двери, и ворох сомнений волочишь за собой. Лишь ворон из тени говорит тебе, стой! Воложиваю на ухо шепче, волос опавший жимаю все крепче. И продолжаешь писать эти строки, в кратчайшие сроки, выжимая все соки. Вечные стрессы, постоянные тревоги. Дойдя до конца, засмеешься как Джокер. Ого, дойдя до конца, засмеется как Джокер. Вот здесь, увы, я чуть-чуть не понял, сейчас будем пересматривать субтитрами, да, там, надеюсь, все будет понятно. А здесь, значит, он закончит как Джокер, но я помню прекрасную эту сцену с Джокером, где он, Дискорд, прошу прощения, да, что он сейчас сработал. Прошу прощения, я, короче, замью, что этот Дискорд, не переживайте, его не услышите. Короче, как Джокер закончит это в том плане, что, ну, все прекрасно помните, да, что Джокер сделал в той студии, ёпты, просто в прямом эфире, ёпты, стрельнул с его пистолетикой, ёпты, потому что все заколебали, задолбали, блин. Ну, там, конечно, ситуация другая, но ассоциация понятна. Вот здесь моментиком не понял, но, может быть, поймем, может быть, поймем, друзья мои, вот у него тут субтитры есть, о, тут есть текст, друзья мои, тут есть. О, какие люди, ха, мона, мотари, а ты, мона, вон уже здесь, один час назад, между прочим, есть шестой лайк, мой шестой лайк, хе-хе, я шестой лайк поставил, мода, ля какой, реально, а я свой комментарий тоже обязательно оставлю, потрясно. Так, вот здесь, мне интересно, голос живой, на ухо шепчет, волос опавший, сжимаешь все крепче. Ага, и продолжаешь писать эти строки, в кратчайшие сроки, вжимая все соки, вечные стрессы, постоянные тревоги, дойдя до конца. Не, ну интересно, давай еще раз переслушаем без стопов, чтобы насладиться этой всей атмосферой. А я до конца, кстати, не дослушал, давай дослушаем до конца, куда я поплыл-то. Не, в конце, конечно, еще вот этот вот припев, блин, в виде рок-ца, да, какого-то напряженного голоса, где он просто вкладывает всю эмоцию, ёпты, да, и это вообще прям вау. Вау, получается. Так, субтитры есть или нет? Просто неинтересно. Да, кстати, субтитры есть. Это хорошо, это хорошо. Субтитры это прелестно будет, это будет замечательно. Значит, что касается песни. Ну, это путь на данный момент Акио Хатори, да. И этот путь складывается, ну, не очень, потому что на этом пути очень много людей, которые в него не верят, да. И, я так понимаю, Акио Хатори, это, конечно же, очень-очень сильно подбешивает, потому что, ну, ребята, ну, само собой, само собой так будет. Потому что он хочет делать музыку, наверное, которая очень, так, отдаленно будет связываться как-то с аниме. Хотя могу тоже очень сильно ошибаться, само собой. И на этом пути, само собой, никто в него не верит, собственно, да. Все хотят, чтобы он не долез до вершины. Всем никто в него не верит. И у него так бомбит это, что в конце концов он закончен как Джокер. И пау произойдет. Клик-клак, пау. То есть, вот что-то типа такого, да. С вашего позволения еще раз переслушаем с субтитрами. И с самого начала, да, и наслаждаемся этой атмосферой вот просто от начала и до конца. Я думаю, все кайфанем еще раз. Может, какие-то аспекты подчеркнем, да. Будет интересно. Давай, Акио Хатори, давай еще раз. Тот же, он же фан-рэп. Хе-хе. Let's go. Блин, а тут субтитры херовые. А тебе так, пусть он горит, а не пусть все горит. То есть, субтитры, короче, конченые. Это понятно. Будем слушать без субтитров, но все равно, может, что-нибудь подметим. Хорошо. Давай еще раз. Пусть все горит, пусть все горит. И твой путь до легенды тоже горит. Обжигая все стопы, продолжаешь идти. Но с каждым шагом тебе это претит. Иногда ты падаешь на самое дно. И вернуться, казалось, назад не дано. Но ты встаешь, забывая простыть. Ведь путь до легенды не бывает простым. Все как папаяну, в тебя никто не верит. Перед твоим носом захлопывают двери. И ворох сомнений волочишь за собой. И лишь ворон из тени говорит тебе, стой. Все как папаяну, в тебя никто не верит. Перед твоим носом захлопывают двери. И ворох сомнений волочишь за собой. И лишь ворон из тени говорит тебе, стой. Главное животное, на ухо шепчет. Волос отпавший, сжимаю все крепче. И продолжаешь писать эти строки. В кратчайшие сроки выжимаю все соки. Вечные стрессы, постоянные тревоги. И дойдя до конца, засмеешься как джокер. Все как папаяну, в тебя никто не верит. Перед твоим носом захлопывают двери. И ворох сомнений волочишь за собой. И лишь ворон из тени говорит тебе, стой. Сложный путь, где в него никто не верит. Где все просто хитерят, не знаю, обзывают, унижают. Как словесно, так какими-то действиями, да. То есть это, конечно, для меня лично неправильно. Да, я всегда за поддержку авторов любого калибра, любого жанра, не знаю. Для меня вообще хейтить кого-то такая хрень. Не мое. Не мое вообще. Я не могу никого хейтить, друзья мои. Даже если человек делает, там, не знаю, где-то плохо, я лучше всегда скажу что-то хорошее, чем буду что-то говорить плохое. Потому что всегда хорошие слова это поддержка. Ну, я не знаю. Ну, я вот такой человек. Я не могу просто кого-то, там, поносить, херососить. Да, не мое это. Никак. Вот вообще невозможно. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Что касается этого трека, здесь все понятно. Здесь все понятно. Сложный путь. Путь, который состоит из огня. Где с каждым шагом все горячее и горячее. Из-за этого ты падаешь вниз, бляха-муха. И еще у тебя постоянно в голове сомнения, сможешь ли ты добраться наверх. Потому что это все очень сложно. В тебя никто не верит. Но путь до легенды не бывает простым быть. Понимаешь, он не может быть простым. Из-за этого Акио Хатори обязательно-обязательно зайдет на эту вершину. И опаснуется там уже на долгое время. Да, и мне кажется, все у него получится. Хороший трек. Мне все понравилось. Эту реакцию мне никто не заказывал. Но я из-за того, что у меня сработал колокольчик, друзья мои. Вот. У меня тут колокольчик сработал. И я понял по злову сердцу, что мне надо сделать эту реакцию. Почему бы и нет, собственно, да. Я кайфанул. Мне все понравилось. Сейчас напишу какой-нибудь хороший комментарий этому автору. Потому что он действительно этого заслуживает. Всем удачи, ребят. Всем пока. До новых встреч. И к Портусам прощаемся. Блин, я реально кайфанул. Пишите, как вам трек. Пишите, какие эмоции. Попал ли я со смысловой нагрузкой. Не попал. Вот это все жду от вас, естественно, в комментариях. Путь Акио Хатори, который является невероятно сложным, тернистым. Но обязательно он закончится на том, что он дойдет до этой вершины. И останется там на очень долго. И не будет гореть в этом жаре, огне, невероятной температуре, которая его сжигала. Да, и хейтерах, и так далее. Да, все обязательно будет хорошо. Верим, надеемся, желаем вам всего самого лучшего. Кто хочет меня поддержать, ссылку на эти в описании. Всем удачи, ребят, всем пока. И к Портусам прощаемся. Вот с этой тянкой, кстати, мы были. И вот с той тянкой были. И вот с той тянкой были. И вообще, тут просто миллиард тянок было. И вот еще у меня на столе тянки. Вот такая вот одна. И тут еще одна. Ладно, до новых встреч. И к Портусам прощаемся. Пока, друзья мои. Обнял каждого из вас. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok